В ринге появляются участники следующего боя. Это Дмитрий Пирог, Краснодарский край и Денис Баланин, город Челябинск. Это уже средний вес до 72,6 килограммов. Рефери в ринге Леонид Сорокин. Вот сейчас вы видите тренера Дмитрия Пирога. Это наш знаменитый, легендарный, заслуженный тренер СССР Артём Лавров. Посмотрим, чему он научил своего подопечного. Пока что на профессиональном ринге один бой провел Дмитрий Пирог и выиграл в Геленджике у Сосуна Аганяна техническим нокаутом в шестом раунде. То есть у него уже есть опыт проведения шестираундовых поединок, несмотря на то, что он считается дебютантом. Да, но Денис Баланин провел уже несколько боев и у него уже есть проигрыши. Посмотрим, что он покажет в этом бою. А мне хотелось бы сказать о боксерах. Конечно, они отличаются. Дмитрий более сложен, он сухой, подтянутый и гибкий. Очень здорово. Вот даже по первым секундам видно, как здорово он работает корпусом. Причем, что очень приятно, не одно у него движение в арсенале, а уже он показал несколько и оборонительных, и атакующих. Хорошие хлесткие удары и в некоторое очень хорошее качество прямые длинные удары у него идут. Фактически плечо не выносится, не заносится, не видно этого удара сопернику. И он хорошо страхуется защитой. То есть любой уклон он ставит руку так, чтобы случайный удар не попал в него. Это уже на автоматизме, и этот автоматизм когда-нибудь наверняка очень поможет ему. Боюсь с высококлассным противником. Вот иногда пробивает он Денису, такие вот правое снизу я заметил. Прошел хороший удар. Немножко обескуражен Денис, на мой взгляд. Не ожидал, наверное. Очень сухой Дмитрий Пирог. Сейчас хороший апперкот. Полуапперкот, полукрюк. Такой слева получился у Дмитрия. И совершенно не понимает, пока что не раскусил соперника, если ему это удастся, в дальнейшем только честь ему и хвала. Не получается у Баландина предугадать начало атаки Дмитрия. Возможно, что и в более тяжелые веса уйдет дальнейшем Дмитрий Пирог в суперсредний или, может быть, в полутяжелый. Потому что вот такой вот очень сухой, если нарастить мышечную массу, то вполне ему по силам не потерять скорость. Да, он сухой, но сильный физически. И самое главное, он точный и избирательный. Сейчас он как рыба в воде просто. Он все видит и такими точными ударами атакует. Пока еще не сильно бьет. Я просто вижу. Пока еще не форсирует события. Но посмотрим, что будет дальше. Меньше, чем за три минуты он разгадал соперника. Очень трудно действовать Баланди, но он пытается как-то варьировать тактику. Теперь он пошел вперед, но Дмитрий Пирог спокойно ему, вступая в центр ринга, действует вторым номером и с не меньшей эффективностью. Получается так, что Денис его догоняет просто-напросто. И выходит туда, куда удобно бить Дмитрию Пирогову. Как раз длинные руки у него, дистанция удобнее. Хотя он себя неплохо чувствует, мне кажется, и в средней. Этот джеб в исполнении Баландина пока что никак не останавливал. У Дмитрия Пирогов такая манера более-менее профессиональная. Даже не более-менее, а уже он готовый, хороший профессионал. И такие штучки я вижу профессиональные, где же он научился. Очень здорово обманывает противника. Показали такую серию ударов в его исполнении. Довольно легких, но 5-6 ударов, да, 4 или 5 из них разрезали в воздух. И потом неожиданно левый боковой, который совершенно не ожидал Баландин. Мне кажется, он расстеглый даже бровь этим ударом. Вот мощный левый трюк. Стоячий нокдаун в любительском боксе был бы точно. Мне кажется, специально не добивает до конца, на мой взгляд. Вот еще. Еще правый, но при иных условиях мог бы быть и нокаутом этот удар. Это был правый прямой. Очень сильный удар. Но первый удар как раз в комбинации был левый боковой. Теперь, да, бровь рассечена. Но вообще он очень сильно отвлекает ударом левым в печень. Вот он очень часто бьет. И я так думаю, что Денис как бы опустил правый локоть. И уже опасается очень сильного удара. И тут как раз за ним пришел удар с правой прямой. И вот здесь на руку, ну с какой точки зрения посмотреть, на руку это пауза, чтобы восстановиться Денису Баландину. Довольно долго она продолжалась. Мы, естественно, ее полностью показывать не будем. Рассечение серьезное. Врач долго осматривал и в конце концов разрешил продолжить поединок. Иначе, мне кажется, что Дмитрий Пирог бы в течение нескольких секунд закончил бы этот бой. Потому что был так потрясен в состоянии. Дроги находился. Это всего лишь второй раз. Баландин. Гибкий, пластичный, как змея двигается Дмитрий Пирог. Причем он успевает уходить. Именно вот настолько, насколько нужно, чтобы нанести следующий удар. Контратакующий. Очень интересно было бы посмотреть его поединки с высококлассными соперниками. Но это, наверное, произойдет не раньше, чем года так, через два. А, возможно, и быстрее. В общем-то, это уже готовый чемпион России. Ему только нужно провести несколько боев, чтобы федерация бокса разрешила ему участвовать в боях, в титульных боях. И я думаю, что через год реально он станет чемпионом. Очень здорово двигается. Действительно, первый раз я его вижу и очень нравится. Запомните это имя, наверняка он еще стрельнет. По-прежнему идет вперед, но высчитать дистанцию не может. Денис Баландин ходит далековато вперед и руки у него в основном за ушами у Дмитрия Пирога свисти. Он нужно отдать должное Баландину. Он что-то проигрывает, пропустит такой сильный удар. Он идет вперед, атакует и хочет, доказывает. Идет ва-банк. А Дмитрий Пирог выцеливает. В данной ситуации у меня нет сомнений, что он выцеливает просто удар. И выцеливает какую-нибудь еще эффектную комбинацию. Мне кажется, что есть такая категория боксеров, которые получают от своего дела удовольствие. То есть не только боксируют за тем, чтобы потом получить чек за бой, но и действительно это любимое дело. Да, очень опасные удары у Дмитрия снизу и в печени, и в голову, особенно слева. Вот такие неожиданные, непредсказуемые удары. Очень резко они вылетают. И вообще их очень сложно отработать, научиться и не набить такие удары. Причем, интересно, когда он чуть подсаживается для этого удара, он делает небольшую паузу. И за эту паузу сам для себя решает, в голову бить или по корпусу. Ну вот опять он попал очень сильным ударом лево и сбоку. Чуть поплыл, ноги уже повели. Да, разгадал, разгадал Дениса полностью. Вот опять с правой встречной. Ну каждый удар влияет, каждый удар. И вот, и продолжение два по печени. Не представляете, что делает Денис Баландин. То ли закрываться полностью корпус. И вот здесь серия мощных ударов. Очень неприятно рассечить. Да и так шатался уже Денис Баландин. Ничего не понимая, идет в угол. Рефери принимают решение о прекращении поединка. И секунданты с ним абсолютно согласны. И на этом очередной выпуск программы о профессиональном боксе России подошел к концу. Для вас сегодня работали Сергей Вилазовский и Андрей Шкаликов. До свидания и до встречи.